Выспались, покидаем нашу одну из наших нелюбимейших стоянок. Уже у нас такие даже имеются, потому что здесь мы стояли раза четыре уже, наверное. Ой, здесь яхты стоят от егенских. С утра уже сгоняли в магазик, кинули себя на салат. И теперь до пререзы нам цивилизации не видать. Идем, наверное, до скал, где мы уже были, где летал на коптере. Либо идем до Антипакси. Но это не точно. Там как бы совсем Слэл должен заходить, и будет некомфортно. А нам все-таки хочется отоспаться. Я вчера ничего не делал, даже тузика не заклеил, отдыхал. Слишком много переходов. Один день, одна бухта – плохой вариант. Нужно два дня, одна бухта. Вот такой вариант получше. О, какая яхта офигенская. У него там камеры, все дела. Два штага. Вообще круть. Супер-супер крутая лодка. Мачты Машнецки. Мальтийский флаг. О, корабль, а. Сколько такой стоит? А ребята наши, наверное, даже еще не проснулись там где-то в отеле. Где они живут. Наташа с Наташей. Пока. Мы пошли дальше путешествовать. Кто-то работает, кто-то путешествует. Хотя в нашем путешествии есть работа. Я не понимаю, как идет, как увеличить ее. Сын. Иногда, когда покидаешь место ягодной стоянки, создается ощущение, что ты что-то забыл. Блин, часто, часто. А потом думаешь, блин, ты все ссорил с собой. Что ты забыл? Тузик сзади плюхает. Все остальное на лодке. И сразу такое спокойствие. А нам пилить еще часов 6. Наверное, 5. Ветер пока что 6 постликов в морду. Поэтому снова моторим. Сейчас буду считать, сколько мы за 9 дней путешествия с ребятами сожрали дизеля. Привязь будем заправляться. И постепенно выдвигаться в сторону Туркии. У нас раздуло 12 постликов. Мы поставили парусишки. Сейчас буду настраиваться. Опять грот подзакусило. Правда, самую малость. Ну, пойдем вот так зигзагами чуть-чуть лавировочку. Может, позже придем. Зато под парусами. Надоело моторить. КТ прощемило палец. Расскажи, как ты палец ударила? Мы поставили парус. Я побежала быстренько сделать свои дела. И дверь отщелкивала от закрепителя. А здесь держала палец как раз в районе. И придавила сама же себе палец. Он опух. Он, смотри, какой стал прикрепой. Вот тут гнулся. Жесть. Теперь у тебя два пальца больных. Я надеюсь, что перелома никакого нет. Потому что он гнется. Ну, больно. Теперь у меня потерпевший правый палец на руке. И левый на ноге. Смотри, как подветренная ланта шатается. Явно так не должно быть. Как есть. А вот там прямо по курсу оконечность острова Киртья. Никуда не торопимся. Будем маневрировать галстами. Будем встречный ветер на паруса загонять. И доберемся часов через шесть. А куда мы доберемся? Либо на скалы, либо на антипакси. Мы думаем глянуть. Куда понесет, там окажемся. Главное сократить потом расстояние до прелеза, чтобы меньше будет. Идем и наслаждаемся. Я вот даже нарядилась. В отличие от некоторых. Бештанная команда. Пути-пути. Слушай, мы вон с тем идем пересекающимися курсами. Я буду за ним следить. Он сейчас у нас по корме уже окажется. Смотри, мы быстрее идем. Смотри, как на него пеленг меняется. Ладно, я не буду на нем следить. Следи за всем. Вот тут мы поставили парус. И вот такими вот галцами мы, блин, ходим. Узор уже нависовано. Мне не нравится это все. Я мотор углублю и поеду. Ну да, такое огромное расстояние, казалось бы, прошел. Идем пять узлов, а приближаемся на 2,5 мили в час. Такое себе занятие этими галцами ходить. Моторчик завел, пиликал куда надо. Но красиво. Под парусами, конечно, красиво. Прошло еще 10 минут. Надо было-то всего лишь пожаловаться. И теперь мы едем четко по нашему курсу, куда нам надо. Пять посликов. Вот, ветер 10-11. Все красиво. Вот это нормально. Вот так поедем дальше. А то уже почти уже мотор согласились поставить мы. КОНЕЦ О, какой здоровый паромище. Или это уже круизный лайнер, а не паром. Старый какой-то. С ума сойти так прет. Все, мы убрали парусишки. Ветер совсем стих до 6 узлов. А КТ его нашла. Одинокий домик на горе. Ну, даже не на горе. Просто удаленная всех. Какое там у него, наверное, умиротворение? Цивилизации нет, народа нет. Свой хлеб надо печь. Да. Или хлеб не кушать. Магазин-то далеко есть. Но там дорога есть. А нам осталось тем временем где-то 13 миль. Когда мы выходили, нам было всего лишь 27, да? 27 почти. А. Не помню. Я хотела побурчать, что мы идем уже 5 часов, а нам еще 13. Все, моторим. И все-таки мы пошли на скалы на материке. И антипаксос остался нами непосещенным островом. Будет повод сюда вернуться. Теперь же, я так понимаю, мы в сторону Курху уже не пойдем, а будем только удаляться в сторону Турхии. Может быть, немного жаль. Хотя на скалах нам очень понравилось. Подходим мы ко входу в бухточку, куда намылились. Она вот там, смотри, как замаскирована. А на самом деле там такая бухта прикольная. А с этой стороны вообще не видно. Обман, да? Второй раз мы идем, а я не вижу входа. А с той стороны мы заходили, примерно такая же песня была, да. Только если под прямым углом туда заходишь, там нормально будет видно. Ошибочка вышла, действительно обман зрения. Это совершенно не та бухта. А та бухта за поворотом, за этим маленьким высочком. Конечно же, конечно же. Те, кто приходит так поздно, в 7 часов, встают в самой жопе. Вот немец еще после нас подъехал, рядом с нами встал. В той же жопе. Там вон водоросли, там водоросли. Та скала более-менее прикрывает от этого свела. Но там тоже все занято, а там все в купальщиках было. Ну и сейчас там голые уплавают, с пляжа поплывают. Поэтому там особо не встать. На берег растягивается неохота. Завтра утром уходить уже, поэтому нафиг надо. Качке мы, конечно, привыкли, но не очень комфортно. Завтра с утра стартуем в прибез. Еще здесь осы в этой стоянке. Доброе утро. Мы греем двигло и снимаемся. Вот наша цепочка. Она является одной из раздражителей шумовых. Она тут вот смотри, как ездила, ездила. Может мы дофига ее отдали. Но она тут шумела по дну. Вот все дно изъездила. Надо было, наверное, побольше выбрать. Цепи на борт. У нас тут 30 метров лежит. Много. Знак долой. Многие пренебрегают знаками. А я стараюсь не пренебрегать. Когда стою на якорь. Ладно. Гоним в прибез. Отоспались хорошенько. Сегодня мне сказали одну приятную, очень такую интересную фразу. Главное в яхтинге не за***ться. А я согласен. Поэтому в прибезе будем стоять, наверное, 2-3 дня. Будем отдыхать. Поехали. Красивые места. Может остаться покупаться? Не, не хочу. Хочу посидеть за компом. Помонтировать. Цепь здесь кучкой складывается. Поэтому надо иногда ее расправлять. Ладно, вырубаю камеру. Что за фигня одной рукой работать. Не удалось нам по достоинству оценить бухту Ланка. Да не Ланка. Что ты ебать? Простите, доброе утро. Бухту Две Скалы. Первый раз мы здесь были с ребятами. Им тут не очень понравилось. И мы быстро-быстро ушли. А в этот раз мы были с Федой здесь вдвоем. Мы тоже быстро ушли. Быстро ушли. Сильно качало. И мы спешим. Надо вон там где синенькая крайняя лодочка. Вставать в скалу. Но там не качает. Да. Сюда заходил СВЭЛ всю ночь. В общем, неспокойно здесь. Надеюсь, еще когда-нибудь мы встретим. Утро началось шумно. Вот эта штука завелась в 7.30 и продолжает работать 2 часа. Очень-очень шумный сосед. Отдыхаем мы тут в привязи. Постепенно готовимся к отплызду. Вот бутылочки наполняем. Катэ вонючий швартовый тут жамкает. Да, швартовый оказывается имеет свойство заваниваться, если их не просушивать. Поэтому я их замочила во вкуснейшие шампуньки, чтобы они у нас вкусно пахнут. Мы здесь уже двое суток стоим. А вставали мы на якорь, кстати, довольно весело. Тут вода набирается. Смотри, веревка. То есть я начал отдавать якорь слишком рано и отдал все 60 метров. И вон видно цепь, привязанную к канату. Ох, не оторвалось бы. Как раз где я звено там менял ржавое. Там огонь такой немножко потертый. Так что отходить отсюда будем весело. Длинный швартов, наверное, кинем. Сейчас я попробую поснимать.